В Самаре до 31 октября действует особый противопожарный режим. В этот период на территории лесов запрещено разводить костры, выполнять работы с открытым огнем, сжигать мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках. Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с кандидатами, претендующими на должность министра молодежной политики Самарской области. На участие в конкурсе подали заявки руководитель управления молодежной политики и туризма администрации Новокубишевска Сергей Апарин, начальник отдела Комитета по здравоохранению и демографии и социальной политике Самарской губернской думы Светлана Матвеева, начальник отдела кадрового и правового обеспечения Министерства туризма Самарской области Игорь Никифорчук, председатель Совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей-молодежи Движения первых Самары Сергей Пушняк, проректор по воспитательной работе и молодежной политике в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики Наталья Рогова, заместитель прокурора Красноглинского района Самары Роман Сухоруков. Каждый из претендентов на пост министра представил руководителю региона свои предложения о дальнейшей деятельности. Медучреждения Самарской области начали подготовку к осенне-зимнему сезону, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В этом году планируют привить от гриппа почти 2 миллиона жителей и свыше 50 тысяч жителей из групп РИСКа от COVID-19. Прививочная кампания в регионе начинается с осени. Врачи предупреждают, что в период переменчивой погоды, в сезон отпусков и путешествий остаются риски заболеть ОРВИ. Чтобы избежать заражения, соблюдайте личную гигиену. Если появились симптомы вирусной инфекции, не лечитесь сами, а обратитесь к врачу. Министерство просвещения России опубликовало график четверти и каникул на 2024-2025 год. Согласно ему, начало учебного года состоится 2 сентября. Кроме того, все торжественные мероприятия в образовательных учреждениях рекомендовано перенести также на 2 сентября. Подобное решение ведомство объясняет тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Многие предпочитают отдых в бархатный сезон, поэтому заранее позаботились о бронировании путевок. 18% опрошенных планируют отпуск в сентябре, 44% хотели бы отдохнуть в Сочи, 27% поедут в Геленджик, по 25% отметили Минеральные воды и Калининград, 24% – Кисловодск, еще 23% хотели бы увидеть Санкт-Петербург и Ленинградскую область и 19% – Москву и Подмосковье. Кроме того, 16% участников исследования выбрали Казань, 15% – Краснодар, 11% – Нижний Новгород. Совмещать работу с обучением после получения степени бакалавра собираются 45% студентов по всей России. Согласно опросу, трудиться по окончании вуза по специальности планируют 38%. Примерно четверть желают продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, отложив трудоустройство. Исследования показывают, что магистранты, студенты технических и творческих направлений, а также те, кто учится по целевому договору, чаще хотят работать по специальности после окончания вуза.